Добрый день. Корона Востока. Это название павильона Китая на выставке Экспо 2010, которая происходила в Шанхае. То есть для китайцев это была их территория и они построили самый большой павильон этой выставки, который строили три года, начиная с 2007, чтобы он 2010 был закончен, и который остался у них в качестве музея. Безусловно, его никто разбирать не стал, он остался музеем истории, географии, культуры и природы Китая. И он, безусловно, эксплуатирует вот этот образ китайского доугуна, китайской консольной системы, когда у нас с вами на одну колонну, благодаря консолям, собирается вес крыши. Здесь, конечно, это не конструкция, это имитация этой конструкции. И вот эти балки, которые как бы изображают вот эти элементы доугуна, они размером в целый этаж. То есть это вот в этих торцах балок находится помещение. То есть прямо можно туда выйти, в этот торец балки, там постоять. То есть это не балка, это не несущая конструкция, это декорация. То есть это изображение этой конструкции. Но, на мой взгляд, очень даже забавно обыграна эта конструкция, превращена в огромное здание. Устроено оно так. Это четыре колонны, как у какой-нибудь древней китайской беседки. В этих колоннах располагаются лифты коммуникации. И они несут всю основную нагрузку этого здания. И под этими колоннами прозрачный большой зал, в котором люди могут ожидать выставки. То есть там получается прозрачный, в смысле он не имеет стен, но он защищает от жары. То есть там тенек. Поэтому там такое достаточно комфортное пространство для ожидания открытия выставки. Или своего места на выставке. Ну, в зависимости от того, что нужно. Или ожидания других компаньонов сходить на выставку. И дальше эти колонны уже вас поднимают в выставочное пространство. Уже в эти этажи, на которых располагаются разные экспонаты. Говорят, китайцы говорят, что павильон покрашен в семь разных оттенков красного. Красный вообще для китайцев считается очень благоприятным цветом. Это цвет благополучия. И говорят, что этот павильон покрашен в семь оттенков красного. Что символизирует единство в разнообразии. Я, если честно, не могу найти эти оттенки. Хотя, конечно, наверное, их стоит искать в реальности. Посмотреть, действительно ли раскрашены это разными цветами. Вот такое вот переложение старинной системы Доугу на современный лад, на огромное современное здание. На мой взгляд, достаточно удачно. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...